К нам обратились жители улицы Деповская, что в рабочем поселке Октябрьского района. На месте близ сортировки произошел разрыв коллектора. Как известно, он единственный в округе. О том, какие потери понесли жители этого поселения, узнавала наша съемочная группа. Не чистили Аллаху спросить меня. Вот здесь бутылок, чтобы восемь валялась. Сверху они чистили, пошли. Я внуку провожала школу. Вот такая картина на улицах Деповская уже второй год. С наступлением весны в этом районе наступает период обильных паводков. Всему виной коллектор сточных вод. В настоящее время он находится в неисправном состоянии. По словам жителей села, затопление происходило здесь неоднократно. Но наиболее запоминающийся – это март 2013 года. Под водой оказалась вся деревня. Уровень воды достигал трех метров. Практически все дома понесли убытки. Восстанавливал каждый свое жилье самостоятельно, без чьей-либо помощи. Пока здесь будет бежать вода, оттуда, в СССР, здесь всегда так будет. Она здесь дальше не уходит, потому что зима, открыто место, и она перемерзает здесь. Закупоривает полностью коллектор льдом. Мы сами весной долбали по самый верх. В этот коллектор вытекают канализационные воды с Тимиртау и со всей сортировки. Хотя этот участок предназначен для природных грунтовых вод. Кроме того, для лучшего поступления воды в канализационную сеть вырыты ямы, из которых фонтаном льется вода в зимний-весенний период, что ухудшает и без того тяжелую ситуацию горожан. Вот идет вода по вот этому коллектору оттуда. Здесь вырывает асфальт, потому что здесь все закупорено. И вода идет в дома, в огороды. Кто-то взял из, по-моему, водяники. На тракторе приехали, вот эти дырки, которые были, их надо цементом или чем-то закупоривать. Затопление берет начало от этой ямы. Вырыта она для лучшего прохождения сточных вод. Движение по этой дороге опасно, в особенности зимой. Они же все знают, все в курсе. Они прекрасно все знают. Все знают отлично. В марте 2013 года на место затопления прибыла целая делегация из Акимата Октябрьского района. Они ознакомились со здешней чрезвычайной ситуацией. Была оказана первая помощь. То есть была откачана вода из домов. Люди были эвакуированы из жилища в школу поблизости. Акимат планировал оказать помощь по восстановительным работам, но так и не сдержал своего обещания. У нас дети уже в сентябре пойдут в школу. Мы переживаем за детей, потому что они попадут в эту яму так же. Как и попадают вот в эту яму сейчас эти машины. Пока. Пока, да. Но пока еще люди не попадали, но могут и попасть. Потому что люди, бывает даже у нас депо тут рядом, у которых люди работают. Они ночные смены работают. Они приходят со смены, и они могут попасть так же. Люди со страхом ждут следующей весны. Ведь если такой потоп повторится, он будет вдвойне сильнее. Поскольку столбы с электрическими сетями с напряжением в 360 вольт тоже может рухнуть в любое время. Тогда любой человек рискует попасть под напряжение. Но в особенности взрослые пережирают за детей, которые любят здесь играть.